Романадж Ачарио спросил у него, как бы, он говорит, почему ты привязываешь к женщинам, он говорит, и мне они очень нравятся, привлекает их красота. Тогда Романадж Ачарио смолился Божеству, и этот Романдар увидел, Господь показал ему свою форму во всей красоте, и тот потерял сознание. И он тогда подумал, какую магию Гурдев применил, или этот человек тоже, который алкоголик, у него какая-то привязанность ушла со временем, и он подумал, какой же фокус со мной Гурдев сделал, что он со мной сделал, что... Гурдев когда-то сошел на храни, он упирал, и его сошел на храни, и когда он упал, его сошел в голову, он держал в голову, и в голову, и он сошел на храни. И этот человек, он тогда начал служить гуру, он начал его возить там повсюду, то есть служить ему всяческим образом. Он приносил в храм очень много вегетарианской еды, всякие покоры там, и он был очень хорошим поваром, и он приносил необходимые продукты из дома и готовил, и все очень радовались, когда он приходил в храм, он всех угощал, и все радовались, он Сударшин Прабху пришел, он принес сандеш, бенгальские сладости. Столько служения. Он в итоге храм не отличал от своего дома, то есть храм стал его домом. Они сейчас оставили тело, этот Сударшин Прабху и его жена, но его дочь приходит в храм. Сударшин Прабху был у них дома, строил программу у них дома, она готовила очень особое блюдо для гуру Дева. В пуре она делала особую начинку и как бы делала в пуре особое пуре с начинкой. Иногда она приходила сюда, и так эта история, она как история с Жигай Мадаем, который освободил Мухаправу. Говорит, я вот видел примерно в своей жизни такой пример, Шилом Мудасаи Махараджи, отправлял Саньяси, например, Париджатак Махараджи. Или Паривраджик, я не слышал, чтобы слушать моего бур Дева. Он спросил, что ты видел? Ты видел трех обезьян? Да, видел там брельеф трех обезьян. Одна обезьяна закрывает глаза, другая уши, третья рот. И тогда Вам Ангасаи Махараджи спрашивал, какое наставление, какой-то урок выучал из этих обезьян. Та, которая закрывает уши, как бы из этой обезьяны научился, что не слушайте ничего, кроме Кришны Кадхи. А второй обезьян, который закрывает глаза, не смотрите ни на что, кроме прекрасной формы Кришны. И третья, контролирует свою речь. То есть и мой бур Дева, этих обезьян, в каждом храме эти статуи устанавливал, чтобы напоминание было нам о том, как контролировать свои чувства. И во времена жила пропады, когда он проповедовал, мой бур Дева проповедовал, то бесстрашно это делал, очень прямолинейно. Так вот мы как слушали вчера. Некоторые люди думали, что Он инкарнация Кришны. Они думали, что воплощение Кришны в Кали-йогу. Гур Дев говорил, когда Кришна был, Арджуна поднял свой лук и воевал. Он убил Миш, Мудрона и других. Таким же образом, когда Прабхупада был здесь, мы могли делать что угодно, говорить что угодно. Потому что мы знаем, что у нас есть Прабхупада за спиной. Поэтому мы проповедовали так, бесстрашно. Когда мы говорили так прямолинейно, то люди сначала обижались, но потом они понимали, что мы говорим правду. И так, когда Кришна ушел, тогда Арджуна уже не мог держать свой лук. Тот же самый лук. Теперь Прабхупада ушел. И он говорит, что мы не можем уже так проповедовать. Однажды я спросил Гур Дева. Почему Вайшнавы в конце жизни являют креду болезнью? Потому что мы знаем, что они за пределами материальной природы. Багаван трансцендентен и преданным также трансцендентен. Почему мы видим, что преданные очень сильно страдают в последние дни? Гур Дева сказал, ну вот смотри, Вайшнавы не хотят, не хотят, как бы, чтобы им служили. Но если не служить садху, то как живо сможет прогрессировать? Поэтому они проявляют эти лилы. Прадхи Кришну устраивают эту лилу болезнью, чтобы дать возможность живым существам послужить Гуру. Шелак Нарагаси ему хорошо говорил. Когда Гур Дева выявлял свою болезнь, то он выявлял лилу болезнью, не с кем разговаривал. Когда определенные врачи на приходили, то он с ними разговаривал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Несмотря на то, что я обладаю Бхакти, по описанию Гуру, я просто стараюсь предложить Лукшу Схватха Пушпанджали, моему Парам Гурдеву. И вчера мы целый день слушали о славе Бхакти Шубстхантику Саим Хараджи. В описаниях говорится, что день явления Вайшнава, они более очищающие, чем день явления Кришны. Поэтому их нужно следовать этим дням, и следовать всем же энтузиазмом, даже с большим энтузиазмом. Вчера мы слышали, как бесстрашным был Парам Гурдев, как он выполнял сокровенные желания Шилапраупады. опубликовав в книге Гиданта Сутры и Панишады. Я помню, когда мы праздновали в прошлом году этот день в Куре, мы пришли во храм. Там был Шипат Муни Махарадж, который сказал, что как Вайшнав является антарьями, да, все знающим. Однажды... Однажды... у них нет ресурсов русских. Тогда Хаврабу и Ачаре сказали, не волнуйся, мы отправим себе все необходимое. С этого случая мы видим, что спутники Прапупады, а они посланники Махапрабу. Так, что он делает в духовном мире? Он служит Градхе Кришне. Один пример. Как он провел свою сварупу в своем, как-то, в своей жизни. Прапупад Муни Махарадж рассказывал, что у него была очень сильная приязанность служить Божеству. Если у него не было такой возможности, он расстраивался. он всегда был... Предлагал им гирлянды, одежды, вкусно готовил для них. Каждый день был пушпан, особый рис и кир. Пушпан ему не было раньше. Помогал ему. И однажды ему нужно было уйти куда-то. И он тогда сказал, «Ты сегодня приготовил для пошествия». Этот Брамачарь знал, что нужно готовить пушпану, сладкий рис, кир. Но он не сделал эти вещи. Он сделал просто рис, дал сабжи. И когда Мухараш вернулся, он спросил Мухараши, что предложил сегодня? Ну, как обычно я предложил, или издал сабжи. И тогда он сказал, «Иди посмотри, предложил ли кир?» «А, предложили ли кир?» У него Мухараш пришел, посмотрел, говорит, «Да, предложили кир». Он говорит, «Да». Он говорит, «Да». Он говорит, «Принеси кир мне». Он приходит, смотрит, «Нет, кира». «Они не предложили кир». «Они не предложили кир». «Мухараш сказал ему, «Вашей председатель Гудесаи Мухараш сказал ему, видишь, ты послужил препятствия в моей вечной севе». то есть она пришла к нему и сказала, что Киир не был предложен. И Бама Нагасай Махарад, однажды проповед в Уфингале, в храме предложил покоревший Кир. И еще в храме пришла во сне к Ивану Нагасай Махарад и сказал, что Божество мне предлагают Кир. И так у нас особо внимание. Особое внимание давал на цивилизм служения. И Божество Махарад все время поглощено в служение. Со своими подругами в Манжаре они все время служат Радхе Кришне. Они знают, в какой день предлагают Радхе Кришне. Божество Махарад не спросил саму Брахмачаре. Почему он спросил Машапат Муни Махараджа? Чтобы показать, что он как бы антарьями, что он знает. Чтобы пройти бы. Ученик, который полный предан Гуру, только он по-настоящему может пойти в сердце Гуру и понять его внутреннее настроение. Гуру Дев провел свое настроение служения в сердце своего ученика. Но эта преданность не проявляется во всех учениках. До той степени, насколько ученик придается Гуру, до той степени это настроение проявляется. Внутреннее настроение Гуру проявляется. Потому что семечко должно быть посажено в водотворную почву. Оно не прожает сердце, которое каменное, в которое нет. Дождя не поливается. А что Гуру делает? Он учит ученика, поставляет ученика. Иногда это как-то жестко, иногда мягко. Поэтому нужно быть внимательным, чтобы принимать настроение в глубине сердца. И стараться понять внутренне желание Гуру. Если мы не делаем, то то, что произойдет. Шила Бхактиньян Бхарати все ему хорошо говорил. Человек может ходить в школу, но не учиться. Поэтому надо как бы избавляться от этого настроения. Просто ходить неосознанно. Мы должны по-настоящему приходить, чтобы служить. Открывать сердце. Открывать сердце. Когда настроение Гуру придет к нам. В сердце. Что Гуру Он Атарьяни. Он знает все. Что Гуру Он Атарьяни был преданным. И в Гуру Он Атарьяни был преданным. Он был преданным. У нас не было в Гуру. Он был преданным. И был преданным. У нас не было в Гуру. Нужно будет в Гуру. Потому что этот храм, ну, Читрави Читра, в смысле красиво украшен, Аккурашным релье, хамилил, Господа, и также шлоками за Панишамриты, и других шастр. И желание, чтобы с Таниской Махараджи это было, чтобы люди как бы видели лилы и читали шастры, это внешне, а внутренне. Он хотел, чтобы те, кто жили в Мадхе, чувствовали особенность этого храма, чтобы они привязывались, чтобы, ну, как бы, относились как к дому, когда Бхактику Мацанта писаемо хорошо. Там ветер сломал дверь. И вот, когда Бхараджи, он был виноват, то Махараджи не было, чтобы он был виноват. И все, когда он сказал, что Махараджи, он сказал, что это наш Дурадев. И, насколько я понял, Махараш сам пришел, причинил дверь там эти, ворота чинил. Он говорил, что это собственность моего гуру, поэтому моя задача ухаживать за этим. Он подписывал, когда писал письма, он подписывал адрес храма также, потому что адрес Вайкунхи. Это фото Вайкунхи. Когда брахмачари в храме просыпались, они видели на стенах шлоки и шамриты, они вспоминали, что это ворота на Вайкунху. Ворота Ачарьи, чтобы они проникались в любовь к храму. И он показывал, поскольку мы должны быть привязаны к бахте. Бахте, как он в Никунже. То, что бахте, как в Никунже, наши куру варга, они продемонстрируют свою привязанность и любовь к матху. И мы должны также стараться развить уже привязанность и любовь. Тогда мы также сможем прийти в милость. Бахте Вайкунхи Махараджи, ученик Бахте Вайкунхи Махараджи. Я слышал, что когда храм был, когда строили храм, Бахте Гямбарати Махараджи, Ури Махараджи, также были там и один ученик Бахте Вайкунхи Махараджи. Когда была Харикатха, когда Божестал установили, Антир там хорошо стал и сказал, Я построил этот храм только по вдохновению Бахте Шипстханхи Махараджи. Он сказал, что я построил этот храм только по вдохновению Бахте Вайкунхи Махараджи. Все спросили тогда, откуда вы получили это вдохновение, Я был в разных храмах, когда я пришел в храм в Пуре с Бахсюстой Каназько своим хорошо видел, на стенке написано Приджамблиту. Я был очень счастлив. И он построил копию храма Бахсюстой Махараджи. Мы когда были там, он действительно похож. Почти даже копия. Что я пытаюсь сказать, как Шируптиканчик Махараджи, он выполнил желание Прабхупады, желание Махапрабу. И пусть мы снова и снова слушаем Аслави Ваишнаву, чтобы мы смогли понимать желания нашего Гуру, все правильные желания, тогда по-настоящему сможем им служить. Иначе, если мы не знаем их желания в сердце, то как мы можем служить? Иначе это будет просто карма. Нужно стараться, как бы соприкоснуться с этим Манабиштам, с желанием сердца Гуру, слушать истории с любовью, привязанностью. И точно Гуру Варга пролит у нас милость. Ачарьи жили в Мадхи тоже и показывали нам пример, как жить в Мадхи. Мы очень удачливы. Что когда был этот карантин, блок-даун, тогда мы были в Пуре с Гурдевом. И сейчас я тоже рад, что сейчас здесь, в Картике, ну, вместе в Картику с ним также. И Гурдев все время спрашивал с утра, как с самого начала, ты принес святые, ты приготовил сабжи. То есть мы были очень счастливы, когда это был карантин. Этот карантин, как бы, многим в мире доставил беспокоиться от проблемы, но мы, на самом деле, получили благо. И я обкланяюсь, молюсь, чтобы я смог понять Манабиштам и смог служить им. Ачарьи Ачарьи Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он сказал DimaTorzok Это те кто дали мне милость Я написал эту книгу, как я могу убрать их фотографии и преподавать без них знания. Поэтому я не буду это делать. Я не буду преподавать в институте те люди, у которых есть необходимость укрытия, они так придут к этой книге. Мне не нужна такая реклама, если я уберу оттуда парампору. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok То есть мы не можем понять трансцендентные вещи своим мирским имом, мирской логикой. Так же как Говинта Дэв проявил знания в комментариях на сутру, и тот написал Говинда Башью в комментариях на сутру. И Киштанас Карджи Гаса Ами говорит, это не я писал читание Черита. Это Мадам Моха написал читание Черита. Так Мадам Гордеф писал. Он взял, брал Прасадное Мало и клал рядом с тобой, так же Махапрасата, это Габинатхи, Джаганатха. Таково было его настроение. И я еще хотел сказать про Сударшана Прабу, который был этим дебоширом. Он показывает, как служить Гуру. Как служить Гуру. Гурдеф был обычно в Калькутте, но приезжал в Пури на Радхаятру. И однажды Сударшан приехал, чтобы получить Даршан Жаганатхи. Гурдеф спросил, а где он? Он мне ничего не сказал. Он сказал, что Гуру здесь присутствует сам. А ты пошел без разрешения получить Даршан Жаганатхи. Что ты там увидишь? Когда Гуру присутствует, то перед тем, как идти на Даршан, нужно спрашивать разрешение. Не просто, куда хочу, туда иду. Гурдеф не хотел, чтобы его брахмачари шатались независимо. И когда он учил, что нужно приглашать на фестивале только столько Даршанав, сколько мы можем по-настоящему, которому можно послужить по-настоящему. Даршанавы — это личные слуги Бхагавана. Когда мы приглашаем их, мы не должны приглашать слишком много. Мы можем только пригласить столько, сколько мы можем послужить, сколько мы можем послужить. Однажды я праздновал День уход в Ашахатхапуре. Я видел, как он с вниманием заботился о каждом, кто пришел на этот фестиваль. Сам он приглашал, лично усаживал человека, служил. Он подарил одежду красивую, качественную своими руками. Там были среди гостей панды Джаганадхи. С огромным уважением он служил им. Кто-нибудь видел праздник Ачели в Джаганадхапуре? Игорь Дэв говорит, как будто эти качели, которые здесь делают, это я сделал. Потому что я, когда видел, какую красивую качели, я так понимаю, Бхахтишу Псатхантику Саи Махарадж где-то сделал. И когда я сюда приехал, я тоже захотел здесь сделать такие же качели. Даже Крипала Баба приезжал сюда, чтобы посмотреть на наши качели. Когда мы это открыли только первый раз, делали эту Джулу, то очередь было людей, чтобы посмотреть. И вот я, чтобы как бы передать настроение своего Гурдева, я вот эти вот все организовал, эти все украшения в Рубснатане, в рельефе. Чтобы это было похоже на Кунжу. Похоже, как в Куре, когда ты заходишь в Храм, и здесь ты заходишь, и ты чувствуешь, что ты заходишь в Кунжу в Харане. Чтобы и стандарт поклонения Такуржи, служение Такуржи тоже высокий, чтобы был. Все должно быть очень вовремя, строго вовремя. И Гурдев сам участвовал в этих процессах, чтобы все было четко. Гурдева было очень много разных особо качеств. И я молюсь Гурдеву в день явления, и молюсь, чтобы мы смогли в своей жизни следовать, как он, и таким образом сделать жизнь успешной. Мы слышали много о Бхараджи. Мы слышали много о Бхараджи. Мы слышали много о Бхараджи. Я хотел сказать еще, что тогда люди любили, когда их ругают, когда их наставляют. Сейчас это как бы такое качество утрачивается, мы не видим таких качеств. Снаружи арки в Калькутте. Мы слышали много о Бхараджи. Мы слышали много о Бхараджи. Бхараджи говорил, что он выглядел как лев, его голос был как у льва. Люди даже пугались. Гурдев тоже был таким, он не разрешал прахмачарям. Как бы надо собираться на крышу в Матхури. Сначала он говорил, научитесь контролировать чувства и все задействовать в служении Кришне. Шил Нарангасим Ахрашим, был полицейским офицером. У него были очень яркие глупые глаза. Он смотрел повсюду, глаза были беспокойны. И тогда все боялись, что полицейский за нами смотрит, присматривает за нами. Полицейские все время присматривают за нами. Думали брахмачари. И Санжи Прабху говорит, это полное омовение, не просто о чема. Храм, это как бы полностью под руководством, под наблюдением. Потому что все, что я делал, это все для нашего блага. Поэтому брахмачари не должны быть независимы. Они должны просто ходить за пределы храма. Санжи Прабху говорит, как он стал Ачарией? Потому что Гурдев сломал Дандо мою спину, чтобы я следовал. Потому что я очень много упреков от своего Гуру слушал. Мы прошли прорастить от моего Гуру слушал Ачарией. Продолжение следует...